Детский травматизм. Сегодня, ребята, мы с вами будем говорить о травмах. Травма – это любое повреждение организма. Все травмы делят на пять видов. Посмотрите на схему. Это бытовой травматизм, уличный, школьный, спортивный и прочий. Давайте попробуем с вами придумать примеры для каждого из этих видов травматизма, используя предметы, которые мы видим на картинках. Чтобы не создавать неприятностей себе и окружающим, вам следует знать, как нужно пользоваться вещами, которые могут причинить вред здоровью. Человек изобрел множество машин для облегчения своего труда, научился пользоваться газом, электричеством, приручил огонь. Все эти полезные изобретения не только делают нашу жизнь удобной, но и требуют осторожности, соблюдения определенных правил. Опасность подстерегает нас на кухне. Это включенная плита, газовая колонка, пол, покрытый линолеумом или плиткой, скользкий от пролитой на него воды. Аккуратности требует и кипящий чайник, горячие кастрюли, сковородки. Если в доме беспорядок, возможность получить травму увеличивается. Какую травму можно получить в быту? Все вы пользовались градусником, но знаете ли вы, какую опасность он таит? Ртуть, находящаяся в нем, сильный яд. Да, ребята, если ртуть из разбитого градусника не собрать сразу, но ни в коем случае не руками, то ее пары будут день за днем отравлять всех живущих в квартире. Получение любой травмы неприятно и очень болезненно. Вспомним самые распространенные травмы. Заноза. Посторонний предмет, застрявший в коже, например, щепочка, кусочек стекла, шип растения. При такой травме, если рядом не оказалось взрослых, вы можете оказать себе помощь самостоятельно. Ее можно удалить при помощи булавки или пинцета. Кончиком булавки приподнимите занозу, затем пинцетом необходимо вытащить. Очень важно, перед так называемой операцией необходимо кончик иголки смочить в йоде, растворе марганцовки или одеколоне. После удаления занозы необходимо приложить к ранке обработанную ватку. Порез. Очень важно помнить, что при порезе самое главное остановить кровотечение. Поэтому небольшой порез достаточно прижать марлевой салфеткой или ваткой, чистым платочком на 2-5 минут, пока не остановится кровотечение. Затем необходимо осторожно промыть место вокруг пореза теплой водой чистым полотенцем, смазать йодом или зеленкой, чтобы убить микробов, и закрыть кусочком бактерицидного пластыря. Если не закрыть рану пластырем, то туда могут попасть микробы. Синяк или ссадина. Играя дома или на улице, можно упасть и удариться. Не нужно пугаться и плакать, можно помочь себе. Первая помощь та же, что и при порезе. Кроме того, при синяке, чтобы он быстрее прошел, надо приложить к ушибленному месту лед или что-нибудь холодное. Через несколько дней синяк будет меняться в цвете и пройдет совсем. Главное, старайтесь не ушибиться снова. Это очень больно. Ожог. Обжечься можно паром, кипящей водой или маслом, борщом или компотом. Помните, пар почти невидим, но очень горяч. Поднимая крышку кастрюльки или сковородки, не наклоняйте лицо над ними. Делайте это аккуратно. Кипящее масло разбрызгивает брызги очень далеко. Горячий кисель или мясной суп могут очень сильно обжечь. Ожоги очень долго болят. Первый признак любого ожога – это покраснение кожи. Затем на этом месте может появиться волдырь – небольшой пузырек с жидкостью, похожий на воду. Запомните, волдыри нельзя трогать, протыкать или срезать. Лучше обратиться за помощью к взрослым или врачу. До оказания помощи можно охладить место ожога аккуратно водой или льдом. Каким же образом уберечь себя от большинства травм? Главное правило – быть осторожным. Ушибы, вывихи, ссадины, царапины и даже переломы – все это результаты шалостей тех детей, которые не соблюдают правил безопасного поведения. По статистике, из-за таких шалостей погибает очень много детей. Послушайте памятку безопасного поведения в быту. Первое. Пролив на пол воду или другую жидкость, постарайтесь сразу же ее вытереть, иначе можно поскользнуться и упасть. Второе. Вынимая электрическую вилку из розетки, не тяните за провод, он может оторваться. Третье. Не пользуйтесь электрическими приборами, когда моетесь в ванной или под душем. Четвертое. Не оставляйте включенной газовую конфорку. Пятое. Не оставляйте без присмотра сковороду с маслом, оно может вспыхнуть. Шестое. При кипячении воды на плите чайник ставьте носиком от себя, чтобы не обжечься горячим паром. В доме могут возникать и аварии. Мы привыкли считать свой дом полностью безопасным, но тем не менее это не так. Часто люди, уходя из дома, забывают выключить газ, электроприборы, закрыть краны. От этого и возникают опасные ситуации. Текущая из крана вода может оказаться причиной затопления. Незакрытый газ приводит к отравлению. А иногда, если есть источник огня, и к взрыву. А теперь я предлагаю провести небольшую игру. Подумайте, какие бытовые приборы могут привести к травмам, выигрывая тот, кто назовет наибольшее количество приборов. А сейчас я предлагаю вам пройти небольшой тест, при помощи которого мы сможем определить, хорошо ли вы усвоили правила, которые помогут вам избежать получения травм. Опасно ли играть на улице, если рядом открыт люк водопровода? Первое. Конечно, нет. Второе. Очень опасно. Можно упасть, получить травму и даже погибнуть. Третье. Опасно, так как можно испачкаться. Четвертое. Нет, мы часто там играем. Правильный ответ. Очень опасно. Можно упасть, получить травму и даже погибнуть. Чем могут быть опасны елочные игрушки? Первое. Они не опасны, без них не бывает елки. Второе. Они могут разбиться и серьезно поранить. Третье. Если они загорятся, то я знаю, как с ними справиться. Четвертое. Не опасны, если играть аккуратно. Правильный ответ. Они могут разбиться и серьезно поранить. К чему могут привести последствия стрельбы из рогаток и трубочек? Выберите неправильный ответ. Первое. Можно разбить стекло. Второе. Если увидят взрослые, то будут ругать. Третье. Это опасно, потому что можно ранить человека. Четвертое. Ничего страшного, лишь бы взрослые не видели. Правильный ответ. Ничего страшного, лишь бы взрослые не видели. Итак, ребята, сегодня мы с вами познакомились с основными причинами детского травматизма. Способами оказания первой помощи и самопомощи. Это поможет вам избежать травм. А даже в случае их получения, вы теперь знаете, как вам действовать.